Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня исполняется 80 лет со дня самого трагического события в истории карачаевского народа – его депортации в Среднюю Азию и Казахстан. Насильственное переселение пришлось на тяжелый период сталинских репрессий, повлиявших на судьбу миллионов людей, семей и народов. К жителям обращается глава Карачаева, Черкесии Рашид Темрезов. В это время карачаевцы плечом к плечу с однополчанами, жителями самых разных уголков нашей большой страны, сражались с фашистами. Свою верность родине, отвагу и мужество сыны и дочери народа доказали не только на полях сражений, но и в степях Казахстана, Киргизии, Узбекистана. День и ночь, трудясь ради фронта, ради победы. Имена героев, летчиков, артериалистов, танкистов, связистов, партизан, тружеников тыла навсегда вписаны в историю страны и нашей республики. Сегодня их именами названы улицы, площади и целые населенные пункты. Спустя 14 лет справедливость восторжествовала, народ вернулся на родину предков. Карачаевцы, как и другие депортированные народы, были полностью реабилитированы, выдвинутые против них обвинения были признаны преступной ложью. Низкий поклон тому поколению, которое сумело выдержать ссылку, испытания голодом и холодом, при этом продолжало жить, созидать, сохранять свои культурные ценности, воспитывать в детях патриотизм и верность отчизне. Именно благодаря нашим старшим, их мудрости, народ и ныне живет и трудится на благо своей малой родины и своего любимого Отечества России. Сегодня в Карачаевске прошел траурный митинг, посвященный 80-й годовщине со дня депортации карачаевского народа. В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек. Среди них представители органов власти, сенаторы, депутаты, духовенство и общественность. Подробности расскажет Мураджан Кезов. Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа, в ссылке из 70 тысяч депортированных карачаевцев погибли более 43 тысяч, из которых 22 тысячи – дети. Почтить их память собрались люди всех национальностей, представители городов и районов, а также делегации из Кавардино-Балкарии и других регионов. Траурный митинг начался с чтения Корана и совершения обряда дуа. Выступившие отметили, что необходимо помнить о трагических событиях 80-летней давности, сохранить память об этом дне, чтобы последующие поколения знали о страшных событиях прошлого и чтили память безвременно ушедших. Самое важное – рядом с нами живут люди старшего поколения, пережившие депортацию, которые родились в Средней Азии, в Казахстане. И именно они знают и передают будущим поколениям историческую правду о трагических событиях в судьбе карачаевского народа, берущих начало 2 ноября 1943 года. В этот день мы чтим светлую память всех погибших в годы депортации и отдавая дань уважения жертвам той трагедии, желаю всем народам Карачаево-Черкесии и всей России мира и благополучия, добра и процветания. У каждой карачаевской семьи своя история, но нет истории без воспоминаний о 14 годах депортации. Все эти годы непоколебимая вера в справедливость и любовь к своему Отечеству никогда не покидали наших земляков на чужбине. Это и помогло им выстоять. Какие-то дни народ и сверху донизу вдруг пронзает одна мысль, что на свете есть самые главные, самые базовые, самые основные ценности. Это земля, на которой ты живешь, твои предки и твое будущее, и твоих детей. Вот в этот день мы все об этом думаем, вспоминаем и думаем о том, чтобы в будущем никаких страшных катастроф с нашим народом больше не происходило. Завершился митинг возложением цветов к мемориалу памяти жертв депортации карачаевского народа. Мурат Жанкёзов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. После в Черкесске представители органов власти, духовенства, общественных организаций республики вспоминали события 80-летней давности. Подробности у Али Баташева. На осеннее утро мы спим все, и вдруг такой жесткий стук в двери. Все проснулись, и дети старшие. А что делать? И тут же заходят в военной форме люди, говорят, все, одевайтесь, вы будете выселены отсюда. События 2 ноября 1943 года житель Черкеска Манав Баташаев запомнит на всю жизнь. В свои 6,5 лет он на своем опыте узнал, что такое депортация. Когда в вагоне для скота принудительно и без объяснений отправляют на чужбину. А главными спутниками на протяжении всего пути являются страх неизвестности, холод и голод. Депортация отняла у Манава двух родных братьев и любимую бабушку. Мы все голодные. Траву ели. Люцена, которая только начнет, она же свеженькая. Мы ее ели, с удовольствием ели. Ели акацию, если она найдется, ели. Воспоминания о том, когда вокруг тебя умирают от голода и холода родственники, друзья и земляки, вызывают слезы у Манава Баташаева и многих карачаевцев, потерявших на чужбине своих близких из-за принудительного выселения. Со 2 по 22 ноября 1943 года с территории республики было выселено 68 614 человек, многие из которых остались навсегда в степях Средней Азии, Казахстана и Киргизии. Причина депортации – противодействие советской власти, бандитизм и пособничество немецким оккупационным властям. И это происходило в то время, когда 9 тысяч сынов Карачая отдали свои жизни в битве с фашистами. По погибшим на чужбине и полях сражений был совершен обряд Дуа. По поручению главы Карачаева Черкесской республики Рашида Бориспиревича Тимрезова хочу поприветствовать всех собравшихся в этом зале и поблагодарить за активную гражданскую позицию, за то, что в сердцах своих храните память о тех далеких трагических событиях. 2 ноября 1943 года были депортированы в Карачаевцы, ставшие первым народом Советского Союза, подвергшимся насильственной депортации. Старитель женщины, безвинные дети были лишены права мирно созидать и воспитывать поколения на земле своих предков. Свою поддержку карачаевскому народу, преодолевшему тяготы депортации и сохранившему свой язык, традиции и культуру, высказали представители общественных организаций республики, органов государственной и исполнительной власти. Участникам мероприятия был показан документальный фильм студии ГТРК Карачаева Черкесия «Черный ноябрь 1943 года», а в фойе прошли выставки с уникальными фотографиями времен депортации и национального карачаевского костюма. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево Черкесии кратковременный дождь, в горах местами сильный, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 7, а днем 15-20 градусов тепла и местами до плюс 13. В центральных и южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-11, а днем 17-19 градусов тепла. Вопрос изложения в учебнике истории России для 10-11 классов исторического факта депортации ряда народов СССР, в числе которых был и репрессированный карачаевский народ, находится на особом контроле главы Карачаева Черкесии Рашида Темрезова. Ранее глава республики при встрече с министром просвещения России Сергеем Кравцовым договорились о дальнейших действиях по справедливому изложению темы репрессии в учебнике. Представители науки высоко оценили гражданскую позицию главы региона по недопущению искажения исторической правды. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Искажение исторической правды является недопустимым, и поэтому подобная информация не должна присутствовать в учебниках по истории России. Созданную рабочую группу, в которую вошли главы субъектов, чьи народы были репрессированы, вошел и глава карачаева Черкесии Рашид Темрезов. Они довели до автора книги Владимира Мединского о необходимости исправления данной главы. Представители науки нашего региона высоко оценили вклад главы республики за сохранение исторической правды в учебном материале для школьников. Депортация была совершенно... это насильственный акт, совершенный в отношении всего народа, который совершенно ни в чем не виноват, что это совершенно недопустимо, что это противоречит законам человечности, не говоря уже о правовых законах. Соответственно, первоначально общественные организации регионов, а затем и главы республик, и здесь большой респект главе Карачаева Черкесской республики Рашиду Бориспеевичу Темрезову, они обратились в Министерство просвещения с тем, что этот учебник, в частности, абзац данного параграфа, необходимо убрать или совершенно по-другому изложить. Глава республики Рашид Темрезов отметил, что репрессии в отношении целых народов нашей многонациональной страны является несправедливостью и преступлением, и мы со своей стороны благодарны ему за его гражданскую позицию. В этом вопросе отмечают представители научной интеллигенции. Здесь глава республики проявил не просто свою гражданскую позицию, он проявил и понимание потребностей народов в правдивом изложении истории. И, естественно, в наших условиях, в условиях, когда мы говорим о сохранении исторической памяти, мы должны хранить историческую память, а не всевозможные интерпретации фактов. Любые спекуляции на эту тему недопустимы, и уже в новых редакциях будет изложено правильное с точки зрения истории информация. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в Черкесске прошел обед, посвященный 80-й годовщине депортации карачаевского народа по поручению главы республики Рашида Темрезова. Собравшиеся прочитали аяты священного Корана и совершили обряд дуа по погибшим в тяжелые годы выселения. Это был насильственный преступный акт в отношении целого народа, но, несмотря на все тягости в горячих песках Средней Азии, карачаевцы смогли сохранить свою национальную идентичность и сегодня занимает достойное место среди народов России, отметили собравшиеся. А накануне во всех мечетях представители власти, духовенства и общественности вспоминали жертв депортации. Вспомнить страшные 14 лет пребывания отцов и дедов на чужбине и вознести за них мольбы собрались и в центральной мечети города Карачаевска. Были проведены религиозные обряды в память о погибших в трагических событиях 1943 года. Также собравшиеся обратились ко Всевышнему с молитвой о неспосвании мира во всем мире, просили благополучия и процветания всем народом. А после по поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова прошел обед в память жертв депортации карачаевского народа. Мы сегодня поминаем своих учедших на тот мир, своих павших людей. Лично у меня в Кыргызстане осталось самых близких, не считая двоеродных, троеродных. Отец, бабушка, три тети, брат родной, две сестры, все там похоронены. Я не помню своего отца, когда год был, мой отец умер. Весь карачаевский народ, депортация, кто умер, всех поминали сегодня. Всех поминали. Аллаха просили, чтобы Аллах им на том свете раем наградил. Дай Всевышний, чтобы подрастающее поколение не видело, не видели то, что видели наши предки. Поэтому дуа, то, что пророк, алей-салат, сказал, то, что может предотвратить предопределение, это когда человек постоянно просит своего Господа. Поэтому мы просим Всевышнего, он простил их всех. И в дальнейшем, чтобы не было такого, ни один народ не испытал то, что испытали, то, что видели мой народ, Карачаево-Балкарский и Чечено-Ингульский, все эти народы, которые были переселены в Среднюю Азию. Коллективная дуа и обед прошел и в Хабецком районе. Собравшиеся выражали слова сочувствия и поддержки каждой карачаевской семьи, потерявших в то время своих родных и близких, прошедшие через множество тягот и лишений. Было отмечено, что, несмотря на всю драматичность ситуации и выпавшие нелегкие испытания, карачаевцы сумели сохранить себя, свои национальные обычаи и традиции. Что очень важно, не озлобились и сегодня развиваются и строят счастливое будущее в единой семье народов России, помогая друг другу и радуясь взаимным успехам. И мне сегодня было очень приятно сидеть за столом с представителями всех национальностей. Все народы карачаево-Черкесии, не разделяя национальную принадлежность, вероисповедания, дружно, сплоченно поминают те трагические дни, которые были 80 лет назад. Эта трагедия, она, с одной стороны, конечно, огромный отпечаток оставила в сердцах последующих поколений, но эта трагедия, как вы сегодня сами видите, она исплачивает народы. У нас нету чьей-то трагедии, у нас всеобщее, и трагедия, радость мы всегда разделяем вместе. Я хочу сказать, что это хороший пример для подрастающего поколения, и вот как сегодня кто-то из гостей сказал, чтобы наши потомки жили еще лучше, еще дружнее, чем мы. Это все вести на сегодня. Всего хорошего и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok